Ты веришь в Иисуса? Ты сошел с ума? Ты больше не еврей. Ты предатель своего народа. Когда мне было 10 или 11 лет, и я жил в Чикаго, родители моего отца, я был очень близок к ним. Они выглядели как два персонажа из фильма «Скрепач на крыше». И я часто бывал у них дома, особенно когда моя бабушка готовила большую кастрюлю супа в скрейплах. Я сказал своему дедушке, «Дедуля, я видел, что ты получаешь письма от твоих кузенов из Румынии. Ты хотел бы когда-то вернуться туда и повидаться с кузенами?» И он ответил, «Нет». Я сказал, «Дедушка, почему?» Он сказал, «Погром». Фермеры, которые говорили, что они христиане, в городе под названием Барлат в Румынии искали евреев, чтобы причинить им зло. И моему дедушке, его сестре и матери приходилось прятаться в винном погребе. Были 70-е годы, была эра Джона Траволты. Меня пригласили на весеннюю поездку за бейсбольную команду университета Иллинойса. Меня очень рано пригласили играть в команду. После нашей игры мой сосед по комнате спросил меня, пойду ли я с ним послушать речь Билли Грэмма в тот вечер. Как-нибудь в другой раз. Еврейские дети из Чикаго такого не делают. В мой выпускной год мой друг снова сказал мне, что будет выступать одна известная леди. Я сказал, «Знаешь что, ты расскажи мне, что она собирается сказать, а я сам скажу как-нибудь в другой раз». Он сказал, «Леди по имени Кори Тен Бум и ее семья прятали евреев в стенах своего дома. Их поймали нацисты. И вся ее семья погибла не только из-за их христианской веры, но из-за их любви к Израилю и еврейскому народу». Что-то внутри меня сказало, «Если в этом мире и есть что-то стоящее, то это оно». И когда я готовился к своей последней игре против университета Мичигана, мой друг Нил после утренней пробежки пришел в нашу квартиру и взорвал мой мозг. Нил был евреем. Он сказал, «Сикс, мне нужно кое-что рассказать тебе». После того, как я прочитал Танах и внимательно проанализировал то, что там сказано, я пришел к выводу, Мессия уже пришел. Я сказал, «Нил, ты сошел с ума?» Я сказал, «Ты веришь в Иисуса?» И добавил, «Нил, ты больше не еврей». Он ответил, «Нет, я полностью еврей, Джефф». «Джефф, если ты сам прочитаешь это, я верю, что ты придешь к тем же выводам». Какая дилемма. Если у Бога действительно есть Сын, я должен увидеть это в моей книге, а не в их книге. Я поднял тот Танах к небу и помолился Богу. Я сказал, «Боже, могу ли я пережить такой же горящий куст, как Моисей?» Одна из вещей, которые произошли, это то, что я пришел к книге Иеремии, к 31 главе, стихам 31-34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля, из дома Иуды, Новый Завет. И я подумал, «О Боже, этот Новый Завет, этот Новый Договор, он для еврейского народа. Там то, что говорил мой друг Нил. Новый Договор, Новый Завет». Мой мозг взорвался. Я просто упал на колени перед своей кроватью, когда читал эти стихи. Я просто помолился простой молитвой. Я сказал, «Дорогой Боже, пожалуйста, войди в мое сердце и, пожалуйста, прости меня за грехи в моей жизни». Я сказал, «Господь, я новичок в этом. Я не знаю точно, как это делать». Но я сказал, что жажду этих личных отношений и понимаю, что Ишуа Машиях — это мой опыт горящего куста. Я сказал, «Папа, после внимательного изучения Танаха, я пришел к выводу, что обещанный еврейский мессия уже был здесь». Он сказал, «Сын, ты предатель своего народа. Ты больше не мой сын. То, что ты сделал в моих глазах хуже, чем Адольф Гитлер». Это продолжалось в течение 26 лет, пока не пришел тот день, когда мой младший брат решил пойти в церковь. И он отдал свою жизнь Ишуа. Он сказал, «Можешь сделать мне одолжение? Ты мог бы сказать отцу о решении, которое я принял?» За 26 лет наши отношения с папой стали лучше. И когда я позвонил своему папе, я сказал, «Папа, мне нужно сказать тебе кое-что». После внимательного изучения Танаха, мой младший брат тоже принял такое же решение, как я много лет назад. Тогда мой отец начал плакать. Я получил наибольший шок в своей жизни. Это был всего лишь второй раз в моей жизни, когда я вообще слышал, чтобы он плакал. Первый раз был, когда он положил трубку, разговаривая со мной, когда он сказал мне, что я больше не его сын. И он начал не только плакать, но он начал говорить на иврите. «Хинейни, Боже! Хинейни! Вот я! Вот я здесь! Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Я спросил, «Папа, ты хочешь отдать свою жизнь Ишуа?» Он ответил, «Да». В течение последних двух с половиной лет его жизни мы были словно лучшие друзья. И затем пришел день, когда мой папа просто ушел на небеса. В тот день, когда я объявил своему отцу, что я отдал свою жизнь Ишуа, и он сказал, «Ты больше не мой сын», моя жизнь перевернулась вверх ногами. Но понимаете, у Бога был план. В тот день он мог казаться мрачным, но Господь видел будущее.